МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Анна Бережная. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Родители ребенка, пострадавшего в результате ДТП с автомобилем чиновника, ответили на вопросы в эфире радио Лемма. Что случилось с мальчиком? Как его сбили? Какие у него были повреждения? Кругосветка с рюкзаками. Серию телепередач о Владивостоке сняли для южнокорейского тревел-шоу. Еще раз вина! Тотальное путешествие 29 дней и более 10 тысяч километров. Автопробег из Владивостока в Таллинн стартовал в честь акции «Тотальный диктант». Мы не знаем всего, что нас встретят в дороге, потому что никому из нас еще такого путешествия по суше не было возможности преодолеть. Также в выпуске «Осторожно, злая собака». Список потенциально опасных пород составили специалисты МВД. И еще расскажем, дальневосточный леопард стал героем коллекционной монеты Банка России. Но об этом немного позже. Сейчас о главном. Начальник 38-й пожарной части поселка Рудная пристань Игорь Марков погиб во время тушения пожара в дачном поселке Садовый под Дальнегорском. Трагедия произошла в субботу 9 марта. Смерть от сердечного приступа наступила в карете скорой помощи. Как отметили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании заброшенных ветких строений, поросших сухой травой. На момент прибытия пожарных огонь охватил около 2000 квадратных метров. Его распространению способствовали позднее сообщение о возгорании и сильный ветер. Пожар удалось локализовать лишь спустя 4 часа. В тушении участвовали 20 человек личного состава и задействовали 8 единиц техники. Пожарным удалось не допустить перехода огня на ближайшие участки. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Заброшенные участки не возделывались, трава не убиралась, что способствовало быстрому распространению огня. Отметим, за прошедшие сутки в Приморье ликвидировали 19 лесных пожаров. Три лесных пожара остаются действующими. По данным космического мониторинга, на территории края выявлено 158 тепловых аномалий. С начала года на землях лесного фонда зарегистрировано 239 лесных пожаров. Особый противопожарный режим действует в 11 муниципалитетах Приморья. Для борьбы с огнем в лесах края создана группировка в составе более 13 тысяч человек и почти 3000 единиц техники. На объездной трассе седанка «Патрокул» во Владивостоке перевернулся самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» наземного и морского базирования. Спецтехника двигалась с улицы Катерная в сторону седанки. По предварительной информации, водитель КамАЗа не справился с управлением, и транспортное средство завалилось на бок. В аварии пострадал один человек, он доставлен в больницу. В результате ДТП оказалось полностью перекрыто движение со стороны улицы Катерной и острова Русский. На месте аварии работали военные и сотрудники ГИБДД. В пресс-службе ТОВ подтвердили, что перевернувшейся машиной является зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. А вот авария, в которой пострадал ребенок, стала темой программы журналиста Андрея Калачинского. Родители мальчика, пострадавшего в результате ДТП с автомобилем чиновника, ответили на вопросы в эфире «Радио Лемма». По результатам расследования им было отказано в возбуждении уголовного дела. Подробности в следующем материале. С сентябрьским утром звонок соседки привел в настоящий ступор Петра и Альбину Старостиных. Двое молодых родителей узнали от соседки, что минуту назад их малолетнего сына сбила машина. Когда мама с папой выбежали на улицу, виновник ДТП на Хонде Везель уже успел перепарковать машину, а ребенок сидел на асфальте с переломанной ногой и с ссадинами. В течение нескольких месяцев родители пытаются добиться правды в суде, а для придания гласности ситуации в студию «Радио Лемма» их пригласил журналист Андрей Калачинский. Что случилось с мальчиком? Как его сбили? Какие у него были повреждения? Мама, пускай скажет. В общем, переходил он по краю пешеходного перехода, который ближе к нашему дому. То есть у него была ежедневная практика. Ты идешь по бордюру, доходишь и переходишь. Как он мне потом сказал, мама, я шел по пешеходному, посмотрел налево-направо, как ты меня учила, никого не было. Я посмотрел и пошел быстрее, даже побежал. В этот момент почувствовал удар, подлетел, а дальше я пополз к бордюру. У пострадавшего ребенка диагностировали закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением обломков. До сих пор школьник ходит на костылях. Родители пострадавшего мальчика, которого, к слову, зовут Платон, уверены, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Однако в полиции уверены, что наезд произошел не на зебре. В свою очередь мама и папа сбитого мальчика высказали предположение, что сводителя обвинения, как с гуся вода, не в последнюю очередь из-за его должности. Кто этот человек? Вы сфотографировали его документы. Конечно. Давайте его назовем. Это заместитель директора Примгосавтонадзора Голотвин Юрий Юрьевич. Юрий Юрьевич. Вы с ним начали разговаривать. Ну, он показался вам спокойным. Ладно, всякое бывает. Что он вам сказал? Он сказал, что мы что будем делать? Ну, правда, что делать? Я говорю, ГАИ вызываю. Ты что, совсем что ли? Свидетелей ДТП оказалось не слишком много. К материалам дела приобщили слова самого водителя, который и утверждает, что мальчик не переходил дорогу по зебре. Стоит отметить, что в определенный момент дело было переквалифицировано из уголовного в административное. Самый главный вопрос. На каком основании было прекращено уголовное дело на этом этапе? На основании того, что Голотвин не имел возможности избежать наезда на пешехода в старости на ПП. К таким выводам следствие пришло по итогам многочисленных экспертиз, ход проведения которых до сих пор вызывает у родителей немало вопросов. В настоящее время мама и папа собираются обжаловать решение следователя через прокуратуру. Ну, а Восьмой канал продолжит следить за развитием событий. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухаруков, Станислав Лаземный. Новости на Восьмом. К другим темам. Содействие в оценке состояния оставшихся 10 косаток и 87 белух из китовой тюрьмы французскому океанографу Жану Мишелю Кусто готов оказать губернатор Приморья. В феврале сообщалось, что французский исследователь океанов, защитник окружающей среды и кинопродюсер Жан Мишель Кусто, а также ряд международных экологических организаций, обратились к руководству России с просьбой освободить косаток и белух из заточения в бухте Среднее в районе города Находки. В ответ Олег Кожемяка пригласил Жанна Мишеля Кусто в Россию. 6 марта Кусто выразил готовность приехать в Приморье оценить состояние животных в китовой тюрьме и согласился помочь организовать их реабилитацию. Напомним, состояние животных заметно ухудшилось к началу марта. Зоозащитники просят надзорные органы, следствия, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных. Решение еще не принято. Акция «Тотальный диктант» отметит 15-летие в 2019 году. Ее организовали в 2004 году студенты Новосибирского госуниверситета. Тогда диктант написали 150 человек. А сегодня в акции принимают участие сотни тысяч жителей России и зарубежья. В 2018 столицей «Тотального диктанта» стал Владивосток. В этом году он передает эстафету Таллину. В честь события из дальневосточной столицы стартовала автоколонна «Тотальное путешествие». 29 дней и более 10 тысяч километров. В дорогу путешественников провожала и съемочная группа «Восьмого канала». Можно считать открытым. Старт автопробега «Тотальное путешествие» начался с морской традиции. Впереди более 10 тысяч километров. Ведь предстоит проехать всю Россию. От берегов Тихого океана до берегов Балтики. Участники второго в истории «Тотального автопробега» посетят 27 городов. Пересекут границу Российской Федерации и Европейского Союза. В планах добраться до Таллина за 29 дней. Мы не знаем всего, что нас встретит в дороге, потому что никому из нас еще такого путешествия по суше не было возможности преодолеть. Но мы уверены, что в каждой точке нас ждут. В каждом городе более 27 городов мы проедем. В каждом городе нас ждет команда «Тотального диктанта» в этом городе. Конечно, дорога непредсказуемая. Служится может все, что угодно, наверное. Но мы всегда в «Тотальном диктанте» справлялись со всеми трудностями. И с этим автопробегом мы тоже справимся на ура. Первый автопробег «Тотального диктанта» состоялся в 2018 году и связал родину акции «Новосибирск» и первую избранную столицу диктанта – «Владивосток». В этом году столицей проекта выбран эстонский Таллин. И автопробег «Тотальное путешествие» призван символически соединить столицу диктанта 2018 и хозяйку диктанта 2019 года. Таллин – это вообще самая крупная зарубежная площадка «Тотального диктанта». Среди зарубежных городов наибольшее количество людей пишет «Тотальный диктант» в Таллине. В этом году так получилось, что Таллин показал наиболее интересную презентацию. Таллин заинтересовал жюри больше, чем другие города, и поэтому в этом году столица в Таллине. На трех автомобилях в путешествие отправились организаторы «Тотального диктанта», блогеры и журналисты. В рамках автопробега в городах следования они проведут культурно-просветительские и научно-популярные акции, направленные на популяризацию грамотности. А 13 апреля более 200 тысяч участников сядут за парты и добровольно напишут диктант. Автором текста в этом году стал российский писатель Павел Басинский. Он подготовил не три, а четыре текста для разных часовых поясов. Четвертый прочтут для участников «Тотального диктанта» на американском континенте. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Более 47 тысяч жителей Приморья, из которых свыше 17 тысяч взрослых и около 30 тысяч детей, прошли плановый осмотр специалистов в рамках социального проекта «Автопоезд здоровья» в 2018 году. Бригада автопоезда находилась в пути 278 дней и проехала около 25 тысяч километров. В основном составе работали терапевт, хирург, гинеколог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, фельдшер клиникодиагностической лаборатории, фельдшер-лаборант рентгенологической установки. Периодически в некоторых районах края к работе бригад привлекались и врач-офтальмолог, отоларинголог, невролог. Среди задач социального проекта выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые приводят к инвалидности и преждевременной смертности населения, выявление факторов риска и предрасположенности к наследственным заболеваниям, обеспечение ранней диагностики. Основной профиль работы бригады для взрослых – выявление онкологических заболеваний. Врачи автопоезда выявляют патологии, о которых до этого момента не знал человек. Это позволяет начать лечение до обострения болезней или их перехода в критические формы. Так, свыше тысячи пациентов среди взрослого населения отправили в прошлом году на срочное дообследование и на плановое наблюдение, чтобы предотвратить развитие серьезных онкологических заболеваний. Врачи детской бригады побывали в 22 муниципальных районах и 11 городских округах. У детей выявили около 26 тысяч заболеваний, причем в 11 тысячах случаев родители впервые узнали о наличии проблемы, а это составляет 44% от общего числа осмотров. Большинство выявленных заболеваний связано с работой эндокринной и нервной систем органов пищеварения. У детей также обнаружено свыше 2000 случаев плоскостопия и порядка 800 врожденных аномалий. Отметим, в начале февраля 2019 года оба состава автопоезда отправились в муниципалитеты Приморья. Первая точка в маршруте взрослого состава – Харольский район. Первые детские осмотры уже провели в Пожарском районе. В этом году детские врачи уделят особое внимание профосмотрам детей рожденных в 2002, 2004, 2013 годах, а также опекаемых и детей-инвалидов. В этом году автопоезд побывает во всех районах края. Лед в Приморье практически полностью разрушен. Специалисты провели еженедельный мониторинг на реках и в бухтах Приморского края. К быстрому разрушению и выносу льдин в открытое море способствует ветер. Спасатели в очередной раз обращают внимание на то, что выход на лед опасен. Выезд категорически запрещен. Список потенциально опасных пород собак составили специалисты Министерства внутренних дел. В перечень предлагается внести 69 пород. В него включили собак с генетически обусловленными качествами агрессии и силы. Также в списке породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку. В него вошли такие известные породы, как американский бульдог, питбультерьер, стафарширский терьер, аргентинский док, бульдтерьер, волкособ, доберман, кавказская овчарка, ротвейлер, среднеазиатская овчарка и другие. В МВД указали, что выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка запрещается независимо от места, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, о чем должна сообщать предупреждающая надпись при входе. А тем временем служебная собака по кличке Агата помогла раскрыть преступление во Владивостоке. В полицию с заявлением о грабеже обратилась местная жительница. Она рассказала, что в магазине на улице Ульяновская неизвестный открыто похитил мобильный телефон и скрылся. На место происшествия прибыли правоохранители со служебной собакой, немецкой овчаркой по кличке Агата. Собака взяла след и привела полицейских к дому по улице Шошина, где и был задержан подозреванием. В отделе полиции 44-летний ранее судимый житель Спасского района дал признательные показания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4-х лет лишения свободы. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Кругосветка с рюкзаками. Серию телепередачи о Владивостоке сняли для южнокорейского тревел-шоу. Храм-часовню святого апостола Андрея Первозванного отремонтируют во Владивостоке. Снегопад ожидается в столице Приморья. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС. Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Анна Бережная, и мы продолжаем. Кругосветка с рюкзаками. Серию телепередачи о Владивостоке сняли для южнокорейского тревел-шоу. Храм-часовню святого апостола Андрея Первозванного отремонтируют во Владивостоке. Снегопад ожидается в столице Приморья. Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание и функционирование культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и в Севастополе, сообщается на сайте Кремля. Ответственными назначены глава правительства Дмитрий Медведев, а также губернаторы Олег Кожемяка, Антон Алиханов, Сергей Цивилев, Дмитрий Овсянников. Как следует из поручения, они должны утвердить график строительства и ввода в эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов, предусмотрев начало их функционирования не позднее 31 декабря 2023 года. Также должны быть организованы общественные обсуждения условий взаимодействия будущих объектов с региональными и муниципальными учреждениями культуры. Доложить об этом губернаторам необходимо до 25 апреля 2019 года. Прощай, зима! Традиционными гуляниями, песнями и плясками завершилась Масленичная неделя во Владивостоке. Празднования проходили на центральной площади города. Вместе с горожанами весну встречал и мой коллега Евгений Черемухин. Творческие коллективы от танцоров и певцов до детских вокальных ансамблей и народников. Угощения и раздача блинов и чая чуть поодаль военные со своей полевой кашей. Дети и взрослые водят хороводы, танцуют и смеются. Празднование Масленицы выпало на последний выходной минувшей недели и гулял весь Владивосток. Впрочем, самые масштабные мероприятия провели на центральной площади Дальневосточной столицы. Масленица – это когда всю неделю едят блины, а в конце недели... Масленицу сжигали. Чучело. Провожают масленицу, сжигая чучело. Провожают зиму. Сегодня всех угощали блинами, да? Была еще каша гречневая. Чтобы всегда у всех были теплые дни и хорошее настроение. Проводы зимы длились больше четырех часов. За это время на площади работало больше десяти тематических площадок с аниматорами, конкурсами и, конечно, призами. Где-то среди толпы можно было заметить белого и бурого медведей. Не обошлось и без полюбившегося всем от мала до велика деревянного столба с подарками. Именно он, каждую Масленицу, становится местом паломничества удалых парней. Все они уверены в том, что сумеют достать подарок с верхушки. Однако, дается это лишь единицам. Главную интригу для гостей праздника составила чучело, огороженное забором. В какой-то момент посреди выступления артистов ведущий прокричал «Прощай, зима!» и фигура, олицетворяющая уходящую зиму, вспыхнула. Ты пришла с добром, с сыром, маслом, яйцом, с блинами, с пирогами, салатами. Блины масляные, шаги мазанные, мы катаемся с горы, от зари и до зари. А сегодня, в воскресенье, кончилось наше веселье. Ты прощай, прощай, широка Масленица! По итогам, Масленичное воскресенье выдалось по-настоящему масштабным. Зиму провожали не только на центральной площади Приморской столицы, но и в микрорайонах города. Жители и гости Владивостока с большим удовольствием подпевали артистам и участвовали в конкурсах. Евгений Черомухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. Тихоокеанский флот и Приморская епархия совместно отремонтируют храм-часовню святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке, сообщили в пресс-службе ТОВ. Эта тема обсуждалась в ходе встречи командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Вакянца с митрополитом Владивостокским и Приморским Владимиром, которого недавно назначили на этот пост. Храм-часовня во имя святого апостола Андрея Первозванного давно является одним из знаковых и посещаемых символов города воинской славы. Напомним, инициатором строительства храма в 2003 году выступил как раз Тихоокеанский флот. Здание возвели в том числе на пожертвования моряков. Командующий ТОВ отметил, что флот не может остаться в стороне от благого дела и в вопросах ремонта готов оказать церкви любую посильную помощь. Также на встрече обсудили подбор кадров в ТОВ по работе с верующими военнослужащими, посещение представителями духовенства кораблей и воинских частей флота, а также проведение священниками служб в корабельном храме крейсера «Варяг». Дальневосточный леопард стал героем коллекционной монеты Банка России. Изображение редчайшей крупной кошки появилось на памятной серебряной монете номиналом 2 рубля. Новый денежный знак вошел в серию Центробанка под названием «Красная книга». Это монеты с изображением редких видов животных. Памятная монета с дальневосточным леопардом выпущена в обращение 5 марта 2019 года. Новый денежный знак выполнен из сплава серебра и содержит по 15 граммов драгоценного металла. Тираж составляет 5000 штук. Как и на других подобных монетах, достоинством 2 рубля, на ее лицевой стороне размещено изображение государственного герба Российской Федерации с указанием номинала. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение шагающего взрослого дальневосточного леопарда. Как считают сотрудники нацпарка «Земля леопарда», появление таких монет – еще одна хорошая возможность рассказать обществу о борьбе за сохранение самой редкой крупной кошки планеты. Сегодня численность леопардов значительно выросла и продолжает расти. Поэтому при желании монеты с дальневосточным леопардом можно воспринимать как заведомо счастливые. Международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на четверть за два месяца 2019 года и обслужил почти 400 тысяч человек. Из них почти 100 тысяч человек – пассажиры международных авиарейсов. Рост показателей на этих направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в города Сеул, Пусан и Тегу. Пассажиропоток на южнокорейских направлениях увеличился на 75% по сравнению с прошлым годом. С целью открыть приморье для корейских туристов с новой стороны телекомпания MBC Pusan снимает во Владивостоке серию телепередач о путешествиях под названием «Кругосветка с рюкзаками». Подробности в нашем следующем сюжете. Во Владивосток едут иностранные блогеры и сценаристы, а также журналисты крупных телекомпаний. Приморье становится популярным местом съемок различных телепередач. Так, столица Дальнего Востока оказалась в центре внимания телекомпании MBC Pusan. Для начала тревел-блогеры рассказали, как добраться до города на берегу Тихого океана и сделали обзор Международного аэропорта Владивосток. Следующей точкой в маршруте стал ДВФУ, где журналисты пообщались со студентами, изучающими корейский язык. гляда, взрослые бокалcile кpalейский, чуточки поддержки без холrie E- railол inning. Тех Burma – Техни лобок Также гости из страны утренней свежести побывали на Русском острове, полюбовались открывающимися на залив живописными видами. Вдоволь нагулявшись, отправились в детскую школу искусств номер три. Здесь гостей, конечно же, ждали. И вот, вкусив русско-народные музыкальные культуры, корейские молодцы едут париться в русскую баньку. Обзор Владивостокской кухни начали с модного ресторана. В холле корейцам приглянулся краб, живо бегающий по аквариуму. Через несколько минут он был у гостей на столе. Познакомились корейцы и с исконной русской кухней, а после опять вернулись к изучению города и спортивным развлечениям. Помимо Владивостока, съемки также будут проходить в Уссурийске, а еще в Хабарес. Отметим, Приморье становится популярным местом съемок различных телепередач, чему активно способствуют власти региона. Помощь в организации оказывают авиакомпании, гостиничный и ресторанный бизнес. А сами площадки съемок быстро обретают популярность и затем становятся местами настоящего паломничества корейских туристов. Катерина Матвеева, новости на восьмом. Во вторник во Владивостоке ожидается мокрый снег, обещают приморские синоптики. В первый день новой недели Приморье было прикрыто облачностью, а вот во вторник днем запада к Приморью подойдут фронтальные разделы, которые в течение последующих суток будут смещаться над краем. Начнутся осадки в отдельных районах, не исключены гололедные явления. День будет немного прохладнее. Во Владивостоке во вторник во второй половине дня начнутся осадки, преимущественно в виде мокрого снега, которые усилятся в ночь на среду. Не исключены гололедные явления. В дальнейшем циклон сместится на Японское море, на большей территории Приморья прояснится, лишь на юге края еще задержится снег. Во Владивостоке днем в среду ожидается прекращение осадков, погода улучшится, похолодает. При этом метеорологи обещают, что прохладная погода сохранится в крае до конца недели. Тем временем в мэрии Владивостока предупредили, что осадки будут сопровождаться сильным ветром, а ночью со вторника на среду – метелью. Высота снежного покрова ожидается в пределах 10 сантиметров. Оперативные службы Владивостока будут своевременно приведены в состояние повышенной готовности. Спецтехника готова выйти на очистку городских магистралей с первых часов после начала осадков. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий администрация города убедительно просит жителей и гостей Владивостока во вторник и среду воздержаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости. Спортивные события иногда – повод совсем не по-спортивному помахать кулаками. Массовая драка произошла возле стадиона «Динамо». За мелкое хулиганство понесут ответственность три жителя Владивостока. Их задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Теперь им придется ответить за драку в суде, составлен протокол об административных правонарушениях. Пока неизвестно, есть ли среди участников конфликта пострадавшие. Никаких заявлений по этому поводу не поступало. Ранее в СМИ сообщали о том, что две группы людей, в каждой из которых находилось примерно по 20 человек, вступили в конфликт. В итоге завязалась драка. Очевидцы также предположили, что ее участники, скорее всего, пришли на футбольный матч, который состоялся между футбольным клубом из Владивостока «Луч» и СКА «Хабаровск». К слову о том, кому удалось одержать победу на футбольном поле и о других спортивных новостях, по традиции расскажет мой коллега Максим Яковлев. Футбольный клуб «Луч» у себя дома встречался с «Хабаровским СКА». Дальневосточное дерби по традиции прошло напряженно и местами грязно, если говорить о уже традиционной потасовке болельщиков обеих команд. В первом тайме голов зрители не увидели. Несколько опасных моментов было у «Луча», но реализация хромала. Хабаровчане тоже проверяли оборону хозяев, однако мяч так и не побывал в воротах. После перерыва счет был открыт. На 55-й минуте Малиев в касание переправил мяч в дальний от вратаря угол и вывел СКА вперед. Вскоре гости могли увеличить отрыв, но Кабутов растерялся в контратаке и не реализовал свой выход один на один. Зато нападающий Хабаровчан смог отличиться позже, когда после навеса в штрафную обманул всю оборону иголкипера Котлерова. Желто-синие ответить на такое ничем не смогли. В итоге 0-2 победа СКА. Второе подряд поражение «Луча» опустило команду на 12-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч «Приморцы» проведут 17 марта в Саранске, где сыграют против клуба «Мордовия». Спартак «Приморье» на выезде встречался с клубом «Уралмаш» – команда из Екатеринбурга дебютант Суперлиги и, надо сказать, вполне успешный. Уральцы сейчас идут на седьмой строчке в таблице. «Приморцы» же после нескольких поражений съехали на 12-ю позицию. Первая половина матча проходила в равной борьбе с частой сменой лидера. Однако у «Спартака» все же залетало меньше, чем у хозяев. В третьей четверти и вовсе получился провал. «Уралмаш» ушел на 13 очков вперед, в то время как красно-белые не забили ни одной трешки и заработали за период всего 15 очков. В итоге к концу игры хозяева смогли сохранить приличное отставание и не позволили «Спартаку» даже понадеяться на камбэк. Матч завершился победой «Уральцев» со счетом 84-70. Клуб из Екатеринбурга таким образом взял реванш за проигранную встречу во Владивостоке практически с таким же счетом. Для приморцев этот выезд был последним в регулярном чемпионате. Впереди у «Спартака» две заключительные домашние игры. 14 марта мы принимаем «Самару», а 17 числа во Владивосток приедет «ЦСК-2». И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Начальник 38-й пожарной части поселка Рудная пристань Игорь Марков погиб во время тушения пожара в дачном поселке Садовый под Дальнегорском. Родители ребенка, пострадавшего в результате ДТП с автомобилем чиновника, ответили на вопросы в эфире радио «Лемма». Тотальное путешествие 29 дней и более 10 тысяч километров. Автопробег из Владивостока в Таллинн стартовал в честь акции «Тотальный диктант». Кругосветка с рюкзаками, серию телепередачи о Владивостоке сняли для южнокорейского тревел-шоу. Снегопад ожидается во Владивостоке. Во вторник во второй половине дня начнутся осадки, преимущественно в виде мокрого снега, которые усилятся в ночь на среду. Дальневосточный леопард стал героем коллекционной монеты Банка России. Изображение редчайшей крупной кошки появилось на памятной серебряной монете номиналом 2 рубля. На сегодня это все. Идей, что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное, Владивосток. Сапсерферы оригинально проводили зиму во Владивостоке. Они вышли в море, чтобы угнать льдину в Амурском заливе. Им способствовала отличная безветренная погода. Спортсмены отметили и наличие множества нерп в заливе. Серферам удалось найти прямоугольную льдину. Они пытались угнать ее и пришвартовать к токаревской кошке. Однако со швартовкой не задалось. Саперы просто прокатились на льдине и вернулись на берег. На оригинальную прогулку по заливу уже в основном свободному ото льда. Смотрим вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды с вами была я, Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok